Привет! Постигаем мастерство плейлиста, часть вторая. И это дополнение к прошлому видео, потому что я попросил вас написать в комментариях, что я упускаю. И вы написали отдельное спасибо Серой Персоне и Don't Be Afraid, они написали большие развернутые комментарии. И давайте уже посмотрим, что я пропустил в прошлом видео. Во-первых, зажатый Ctrl и пробел это аналог вот этой кнопки. То есть мы держим Ctrl, нажимаем пробел, начинается воспроизведение и останавливается, если мы нажмем еще раз пробел. Если мы нажмем снова Ctrl плюс пробел, то оно продолжится с того же места, где оно и остановилось. Если мы зажмем Ctrl и нажмем правую кнопку мышки, то все смасштабируется так, чтобы все содержимое плейлиста влезло в экран. Если мы повторим это, то все вернется к исходному масштабу, как у вас было до этого. Если вы зажмете Ctrl и нажмете центральную кнопку мышки, то есть колесо, то по вертикали, когда вы будете делать, у вас будет изменяться масштаб. Если вы зажмете Alt и нажмете на колесо, то когда вы будете двигать мышку взад-вперед, то она просто будет двигаться по плейлисту. А если вы будете двигать вверх-вниз, то будет меняться горизонтальный масштаб. А если мы два раза нажмем на название временной метки в нашем плейлисте, то выделится все расстояние от нее до следующей временной метки. Далее, если у вас несколько аранжировок и не лагает мышка, то между аранжировками вы можете перемещаться, наведя мышку сюда и крутя колесо. Также можно перемещаться между паттернами. То есть я навел сюда, кручу колесо мышки, и вот тут вот меняется выбранный паттерн. Таким образом, мы можем выбрать другой паттерн и поставить его в плейлист. Если нажать вот сюда, правой кнопкой мышки, на огонечек, то вы засолируете партию, то есть она будет играть в соло. Но в таком случае отключатся и клипы автоматизации, так что это может изменить звук не так, как вам это нужно. Также, если вы зажмете Ctrl и нажмете левой кнопкой мышки на название вот этого трека, то выделится все его содержимое. Также, если вы потянете вверх за вот это многоточие, которое под названием трека, то вы можете изменять его размер. А если зажмете Alt и нажмете на него один раз левой кнопкой мышки, то это вернет изначальный размер. А если вы просто на него дважды щелкнете, на само вот это многоточие маленькое, то таким образом у вас трек сожмется максимально сильно. И чтобы его развернуть, достаточно будет один раз кликнуть. А если вы просто два раза кликнете на трек, то откроется его содержимое. Теперь обзорником пробежимся по клипам автоматизации. Вот здесь вот у нас в плейлисте есть с ними вкладка. Если мы на любой стандартный для FL Studio параметр нажмем правой кнопкой мышки и нажмем Create Automation Clip, то в плейлисте появится клип автоматизации. Очень важно, если у вас выделен какой-то фрагмент, то он появится только в выделенном фрагменте. То есть вот мы создали клип автоматизации, и он появился только в выделенном фрагменте. Он занимает максимально верхнее свободное место в плейлисте. И если мы понаделаем тут каких-то точек, то параметр вот этот будет следовать за клипом автоматизации вне зависимости от того, есть ли вот этот трек сам в плейлисте. Также если вы хотите удалить клип автоматизации, то можно сделать вот так. Выделить его здесь, нажать на него правой кнопкой мышки и выбрать удалить. Если после удаления вы меняете параметр, который вы автоматизировали, нажимаете на Play, и он все равно сбрасывается на тот, который был задан в автоматизации, то вам нужно идти в браузер, открыть Current Project, выбрать Initialized Controls, короче, вот этот, удалить, удалить. Теперь вы можете менять вот эти параметры как угодно, и они с ним будут сбрасываться каждый раз, когда вы будете нажимать на Play. Также, если случайно вы левой кнопкой мышки наделали вот таких вот штук, то это можно легко отменить. Просто зажимаем правую кнопку мышки, и все удаляется. Все дело в том, что для этого нужно нажать Step, то есть вот я нажимаю левой кнопкой мышки сколько угодно сюда, а нажму вот сюда, и появится точка автоматизации, если Step отжат. А если я его нажму, то левой кнопкой мышки я могу создать любую фигню, и правой кнопкой мышки, соответственно, их также легко отменить. На этом у меня все. Я надеюсь, что это небольшое дополнение к прошлому видео было вам полезно и понятно. И если, опять же, я снова что-то упустил, то вы можете написать об этом в комментариях, поставить лайк этому ролику, если бы он был интересен и полезен, если бы он был совершенно неинтересен, вообще бесполезен. Вы просто так потратили время на просмотр этой ерунды, то ставьте полностью заслуженный дизлайк. Ну и напишите, как обычно в комментариях, темы для видеоуроков, именно для уроков, которые вам интересны, и вообще стоит ли снимать именно вот такие вот видеоуроки для начинающих. В любом случае, как я уже сказал, я читаю все комментарии и напоминаю, что чтобы заказать у меня видеокурс, напишите мне, ссылка на меня тоже в описании, там же вы можете узнать о нем подробнее. И с вами был Стас, посмотрите любое другое видео на моем канале, я над всеми видео стараюсь. Пока, увидимся в следующем видео. Не забудьте подписаться на канал, конечно же.